друзья всем привет вы на канале цветы с любовью сегодня мы с вами по быстренькому пробежимся по моим оранжереем посмотрим что у меня цветет что он не растет сделаем небольшой видеообзор поехали посмотрим как себя чувствует мои стрептокарпус и после пересадки это те стрептокарпус и которые у меня попали тоже вот под обработку и выглядели совсем плохо они вот поврежденные были ну совсем поврежденные листья я все удалила и вот посмотрите как они буквально вот сколько я их месяц назад пересаживала все они все они вот такие вот жирненькие нарастили много новой ботвы вот все уже процвели я им постоянно бутоны обрывали ну тут вот хорошо цвести видите сколько цветоносов у него там еще вот кто-то цветет я стараюсь обрывать не чтобы они не тратили силу на цветение пусть ботву набирают а так они хорошо себя чувствуют после пересадки это вот мои сеянцы тоже все по обрывала пусть растут вот видите вот этот сенец он вот не столько любит наращивать ботву сколько вот он уходит весь в цветение цветет цветет и он может из просто израстись из цвестись поэтому я ему удаляю чтобы он наращивал зеленую массу вот сейчас на другой полочке вот эту меня стрептокарпус стоит на фитильном поливе и тоже хорошо себя чувствует тоже постоянно много бутонов закладывает зелененький все с ним нормально это не у меня на полу прям стоят теперь у меня на верхнем поливе находится эта полочка с тоже с меня с пересаженными стрепсами она уже они уже у меня растут на матах тоже хорошо себя чувствует наращивают новую листву жирненькие хорошенькие в общем стрептокарпус и вот эту обработку у меня перенесли лучше чем фиалки некоторые фиалки все-таки пришлось выкинуть потому что они просто погибли вот сейчас дальше пойдем смотреть мои сеянцы чего у меня там цветет здесь у меня полочка с пересаженными сеянцами и некоторые сеянцы зацветают смотрю какие вот это можно выбросить это простой такой тут вот начудил сначала он выдал вот такой вот цветочек беленький просто а следующий цветочек уже вот такой вот это тоже в принципе простой цветок ну кого интересует такие сеянцы могу там по чисто символической цене продать кого интересует такие в основном если никому не интересно я их выбрасывают а тут пока буду наблюдать за ним хороший у него желтая горлышко вот тут я как раз работала с желтыми с цветокарпусами этот у меня пойдет под наблюдение сейчас перейду с другой стороны это тоже простенький тоже не буду его оставлять вот такую расцветку тоже не буду оставлять красивой все она не буду в общем кому интересно пишите цена будет небольшая здесь у меня полочка это я уже видела цветение сейчас я их просто отставила для дальнейшего наблюдения смотрю как они цветут насколько крупные у него цветок насколько будет сохраняться вот это желтая горлышко выцветать него цветать они будут так побольше стаканчиках стоят они у меня будут под наблюдением вот этот вот хорошо цветет надо смотреть на его розеточку как он не будет из цветаться нравится рисуночек его у него еще вот мне прям несколько есть таких сеянцев я сейчас подрала все цветы них вот такая вот по краю сверху такая каем очка сиреневая каем очка таким напылением как будто бы вот этот я оставлю тут смотрите он одну часть дал такую фиолетовую другую более красным да давно вот уже вот этот цветок цветет очень давно я не знаю уже даже сколько больше месяца точно до цветов именно вот этот цветет цветочек я буду наблюдать за ним вообще нравится розеточка маленькая такая надо смотреть вот этот мне очень нравится сенец он с возрастом начинает рюшиться вроде бы как бы сначала простенький расцветает а потом начинает рюш у него появляться это же такая по краю каем очка напылением и он такой знаете как будто вот ширину такой вытянутый цветочек вот второй цветочек вот это мне очень нравится я его пересадила и буду за ним наблюдать но он такой прям у него нежный прям рисунок у него сеточка такая интересная в общем этот я точно оставлю буду его доращивать до взрослого кустика чтобы посмотреть насколько у него крупный цветочек будет это же цветет уже очень давно сна еще выше полочка у меня ну вот такие вот есть такие скорее всего я не буду оставлять вот такие уже есть как бы цветочек крупный ничего такого него в нем интересного нету поэтому эти тоже войдут не буду оставлять тут тоже вот что-то расцветает такой расцветки тоже не буду оставлять хочу что-то покрупнее поинтересней сеточкой тут полочка все сеянцы еще очень много сеянцев которые нужно рассаживать но я их рассажу постепенно чтобы они сразу все не зацветали потому что нету места для этого потому что еще надо сортовые пересаживать рассаживать на них тоже и время тратить и я же на них работаю тоже не на выставке надо готовиться в общем это у меня которые селекционные у меня сеянцы они рассаживаются такими волнами небольшими группами эта полочка у меня с бегонями вот это вот сорт называется дежавю ел дежавю очень мощный крупный куст кстати надо . удалить вот так у стояла его не видела такая ракушечка красивый нарядный так но тут отсажены какие-то сеянцы тоже смотрю так что у меня там вот этим вот прижился вроде бы как бы прижился так это имя тут несколько кустиков я рассаживала все и не стоит красивый у него лист конечно но он тянется длинные побеги а я хочу чтобы компактные были розеточки но лист лист конечно красивый не знаю скорее всего его не буду оставлять так но это у меня вот был и детка надо ее пересадить так это вот вот такая вот тростниковая но это природник надо наверное его немножко черенгануть нужно не знаю листики его садила не садила не помню укореняла не укореняла так это вот некий пони такой тоже ракушечкой такой темный сортик здесь у меня пересаженные там ел туман хорошо куститься интересная у него такая расцветка он видите сколько он сразу снова пуститься я сейчас провожу эксперименты и пересаживаю свои бегонии на фитиль кому интересно про фитиль напишите в комментариях интересного про фитиль как на фитиле у меня чувствует себя бегонии сделаю видео обзор как у меня бегонии растут на фитиле так вот это вот тоже очень интересный сорт это его название длинные серебристые листочки он у меня какое-то время не хотел никак расти но я его пересадила в новый торф то есть даже я его не пересадила я его переукоренила я его срезала полностью корневую мы нарастили с ним новую корневую его пересадила вы и вот вообще ни одного листика он не отсушивает вот это вот было повреждение когда я его пересаживала листик а так в принципе все нормально вот тоже хочу его перевести на фитиль поподробнее в фитильном поливе кому интересно пишите сниму видео это сеянцы надо все пересаживать такой пересадила сеянет смотрите какой лист интересный тоже хорошо куститься вот этот вот видите какую корневую систему нарасти где его пересадила недели две назад всего лишь осмокот так для эксперимента положила хотя бесполезная вещь конечно в обигоне вложить осмокот потому что они и так часто пересаживаются и он просто свой ресурс не вырабатывает поэтому лишние траты денег денег лишняя трата но он он не так уж и дешево стоит тоже синиц вот этот вот синицы всего вытащу вот этот сильнее мне очень нравится смотрите какая у него интересная длинная листва прям прям там бесконечная такая длинная сегодня как раз собирала заказ одной девушки кстати ирина меня смотрит всегда ирина привет и вот я фотографировала вот эту бегуню для нее и она прям краешком на фотографии увидела вот этот синиц вот этот вот и захотела его приобрести но я с удовольствием поделила листик поделилась листиком с ней выращивайте ну а его я конечно же буду буду пересаживать и выращивать до взрослого куста и посмотрю какие у него не очень я так представляю как он будет у него вот эти листики вот спадать вниз они такие прям как лавины такие как каскад будут смотреться красиво как тут было у меня 4 листика вот три листика осталось хочу его растить до взрослого красивый так что у нас здесь не у нас тут тоже сеянцы вот такой какой-то синиц он раньше он не так выглядел сейчас вот присматриваюсь к нему прям такой ничего вот такой мелколистный можно сказать синиц ну все вот тут интересный вот такой прям огнем горит красный такой алый интересный большие у него листья немного такие они черенки вытянутые надо листочек поправить упирался он куда-то загнулся так что у меня здесь у меня даже назван уже и значит я уже где-то размножала вот его название ну красивый красивый очень такой яркий вот этот синиц тоже очень красивый но такой темно-бордовый цвет черная каемочка и он будет небольшой компактный вот тут два штуки их сидят но это не от одного это вот вместе они такие два сеянца надо же одинаковых попали или может это один где-то разделился там как близнецы вообще два сеянца прям одинаковых таких не могут быть скорее всего это близнецы от одного корня идут буду пересаживать наблюдать за ним вот этот сеянец тоже тоже интересный но ракушка такая красивая вот я уже когда доращу их до такого взрослого состояния посмотрю как они будут себя вести когда уже это делают и фото и уже выложу свои соцсети вот это тоже интересная прям такое трехцветный черный розовый даже четырехцветный черный розовый и каемочка у него посмотрите бордовая такая вообще классный что мне нравится у него листики большие но черенки коротенькие будем наблюдать за ним надо хочу пересадить их и на фитильочек поставить на фитильке они быстро растут быстрее вот тут тоже смотрите какой крупный лист прям очень крупный такой широкий тоже надо пересаживать где-то вот тут у меня вулкан страстей это вот будущий софт но я его пока у меня вулкан страстей но я пока него не выкладываю я хочу большой кустик чтобы сфотографировать его хорошо смотрите какой интересный переливается весь но и фиалочки покажу есть у меня вот такой вот синиц почему вам его показываю он мне определенно нравится у него смотрите какая красивая розеточка пестролистные прям ровненькая такая это я уже опылила смотрите какой цветочек интересный мне вот он определенно нравится но я не могу подобрать ему название я на него смотрю и у меня почему-то ничего такого определенного не могу ему придумать название бывает такие сорта которые вот у меня стоят долго под номерами я не могу им придумать название и потом в какой-то момент возникает все таки имя этому растению но этом сорту там это неважно это бывает и бегония и стрептокарпус и фиалка ну вот а бывают сеянцы которые вот при пересадке я уже сразу смотрю даже в цирости не только расцвело я уже смотрю на них и у меня сразу рождается название прям вот на лету а а вот есть такие которые не могу никак придумать и я прошу вас в комментариях ваши варианты название этого сеянца сейчас он сеянец но пока пока у него не будет название будет сеянца красивенький мне нравится вообще напишите свое мнение нравится ли вам такая расцветка такой цветочек и как бы можно было бы его назвать по вашему мнению но на этом я с вами прощаюсь не забудьте обязательно подписаться на мой канал поставить пальчик вверх это бипинити фида бегония так авгазская пленница так и поставьте кому не трудно лайки и обязательно пишите свое мнение в комментариях всем здоровья всем пока